здравствуйте ребята сегодня мы с вами поговорим что такое наследственность и изменчивость наследственность и изменчивость являются обязательными свойствами характерными для всего живого также как и питание дыхание выделение рост развития что такое наследственность ну термин несложный понятно что это свойство организма передавать по наследству свои характерные какие-то признаки и черты ну а что касается изменчивости то как бы мы не были похожи на своих родителей мы не являемся их копиями то есть изменчивость это свойство получает приобретать какие-то новые индивидуальные черты и особенности бывает изменчивость двух основных видов это наследственное и ненаследственное что означает наследственная изменчивость если подвергается изменениям наследственный аппарат генетический аппарат это гены хромосомы или количество хромосом тогда, возможно, идет речь о мутациях. Даже любое небольшое, казалось бы, незначительное изменение может привести к очень серьезным последствиям. Мутации могут оказаться вредными, летальными, вызвать гибель и болезнь, а могут оказаться очень даже положительными и полезными и помочь организмам выживать в очень неблагоприятных условиях. Также может быть рекомбинация генов. То есть при образовании гомет, половых клеточек, может произойти перестановка генов и новые комбинации. Такую изменчивость мы называем комбинативной. Для эволюции это играет очень серьезную роль. Что такое эволюция? Эволюция – это не просто развитие живой природы, это развитие от простых форм до сложных. Обратите внимание, какое величайшее разнообразие живых организмов, растений, грибов, животных вокруг нас. А ведь все начиналось с самых примитивных одноклеточных форм. И за эти миллиарды лет вот такое разнообразие. От чего это? Откуда взялись эти интересные формы? Это мутационные формы, то есть это наследственная изменчивость, которая передавалась из поколения в поколение и помогала выживать организмом в определенных условиях среды. Вот это выживание в определенных условиях является одним из постулатов эволюционной теории Чарльза Дарвина. То есть согласно его теории, основными движущими силами являются естественный отбор, борьба за существование и наследственная изменчивость. Таким образом, для природы поставляется материал, материал для эволюции. И у природы есть возможность кого-то оставить в живых. Что же касается ненаследственной изменчивости, она не затрагивает генетический аппарат. То есть никаких изменений не происходит ни в генах, ни в хромосомах, ни в их количестве. И такую у нас ненаследственную изменчивость мы называем модификационной. И зависеть она будет от окружающей среды. Ну, например, если достаточно поливать грядку с капустой белокочаной, то будут образовываться кочаны. Если недостаточно полив, то кочанов может и не быть. Если скот, таких как коров, хорошо кормить, и удой будет больше. Для чего нужна эта модификационная изменчивость в природе? Она, конечно, не является серьезной работой для эволюции, но помогает организмам выживать, адаптироваться к различным изменениям окружающей среды. Итак, сегодня мы узнали, что такое наследственность и изменчивость, и выяснили, что существует два вида изменчивости. Это наследственная, которая затрагивает наследственный аппарат, и передается по наследству, и является материалом для эволюции. И ненаследственная изменчивость или модификация, которая помогает организмам выживать при каких-то резких изменениях среды. На этом наш выпуск закончен. До следующего выпуска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова